Друзья, добрый день. Очередной Стас ответил. Отвечаем на ваши вопросы, которые вы задаете у нас в паблике, в ВКшке, в обсуждении. Есть отдельное обсуждение с хэштегом «Все дела». Не ставьте мне, пожалуйста, вопросами для этой рубрики в личку, потому что личка просто там, поток информации, там очень сложно мне что-то выцепить, и я очень редко там отвечаю, у меня очень редкое свободное время. Но вот на вопросы ваши отвечаем в этой рубрике, поэтому пишите все в обсуждение и погнали. Николай спрашивает, доброго времени суток. В паблике ВКонтакте написано, что вы подбираете авто в Москве, в Питере, я нахожусь в другом регионе. Возможно ли у вас заказать подбор, а затем приехать и купить авто, если такое найдется? Да. У нас примерно 30-35% от общего количества заказов выполняется для людей с регионов. То есть да, мы ищем Москва, Питер, но люди приезжают, покупают автомобили. Весь процесс от того, как, допустим, подбирается автомобиль, когда вы живете прямо здесь, отличается только лишь тем, что мы просто делаем более подробный фотоотчет для клиента с регионом, потому что ему нужно принимать решение, опираясь только на наши отчеты. И бронируем сами автомобиль, да и все. Таких случаев, чтобы люди приезжали и не покупали автомобиль из другого региона. У нас за всю историю работы, за три года работы именно агентством и плюс еще до этого, за три года работы моей личной, было два раза. И один из них там действительно специалист не досмотрел, мы решили этот вопрос, мы человеку просто компенсировали билеты. Второй случай был тогда, когда там была машина такая, что ну вот, надо посмотреть, как ты думаешь. И человек просто мимо Москвы проезжал по своим делам и, собственно, заехал, посмотрел и говорит, ой, нет, давай дальше искать. То есть там была такая ситуация непонятная, потому что у человека было мало денег, машина была такая. Ну, короче, свои нюансы. А больше такого не было. То есть сюда люди приезжают и машина действительно все подобрана под требования, все классно, все они уже всю ее посмотрели по фотографиям, по отчетам и так далее. В общем, не переживайте. Константин спрашивает. С вас привет. Вопрос про масла. Охота услышать твои мысли. Стоит ли следовать допускам на моторные, трансмиссионные масла и прочие рекомендуемые производителям? Например, положено лить А5Б5, а я хочу залить А3Б4. Ну и вопрос касаемо самого масла. Какие масла вы используете и рекомендуете? Допуски соблюдать нужно всегда строго. Ты можешь не соблюдать там вязкость, например, что там рекомендуется, что в машину нужно заливать 5 на 20, ты там 0 на 20 или 5 на 30. Вот это по барабану, там плюс-минус километр в допуске, это не страшно, в смысле в вязкости. А допуски, именно которые ставятся производителем, это другое. И вот это нужно соблюдать обязательно. Какие масла я использую? Я себе заливаю Mobil, клиентам очень часто мы заливаем Liqui Moly на немецкие автомобили, ну и так далее. То есть масел на самом деле дофига хороших. Самое главное первое, не нарваться на подделку, да и собственно все. Ну и покупать что-нибудь, что там, ну там, хотя бы там тысячу-полторы за литр стоит. Константин спрашивает, когда следующий автопробег, я уже Лифана поменял, это видимо Константину, у которого мы снимали обзор. На самом деле были мысли этим летом уехать куда-нибудь, но мы что-то не решились. Что-то работ там, типа много там что-то, ну в общем. Съездить хочется на самом деле, мы просто пока не придумали еще как съездить. Скорее всего, вот если все будет более-менее удачно складываться, то этим летом или весной куда-нибудь поедем еще раз. Если придумаем, как это организовать. Потому что автопробег это не семечки щелкать. Сергей спрашивает, можно ли брать автомобиль, если у него мотор после капиталки? Чем это грозит? Я бы не советовал. То есть если ты покупаешь автомобиль, покупаешь такие автомобили, где вот уже есть там вопрос капиталки, не капиталки, да, то есть это там дешевые автомобили, либо дно рынка и так далее. Лучше купить тогда уже без мотора, либо с мертвым мотором и самому откапиталить. Чем покупать уже откапиталить, я объясняю, почему. Во-первых, если ты будешь капиталить сам, ну в смысле у людей, которым ты доверяешь, во-первых, у тебя будет с кого спросить, если что-то вдруг пойдет не так. Второе, ну можно просто выбрать нормальных людей, кто ты точно знаешь, что хорошо откапиталить мотор. А когда ты уже приезжаешь, и он уже готов, и человек говорит, вот я там типа тысячу назад откапиталил, да кфиг его знает, кто его там капиталил, что за мастер, что за сервис, какие детали там внутри использовали. Собрали они все это на Китае или на поршневых от других моторов каких-то, либо еще, ну и что они там капитали, ну что с ним делали. То есть капиталка это, ну, большой вопрос, там много чего может быть и много различных вариаций, где что-то может пойти не так. Поэтому мотор после капиталки покупать вообще я не советую. Опять же, еще плюс, что если она вот ток-токая сделана, элементарно мотор должен обкататься. То есть, ну, мотор бэушный, который там уже проехал там 30-50 тысяч, он, ну, более прогнозируемый, чем нежели там от капиталя на тысячу или две назад. Потому что фиг его знает, он еще толком не притерся, что там как пойдет не так, ничего не понятно. Поэтому не надо с капиталкой связываться. Сергей спрашивает. Здравствуйте, Стас. Нужен совет. Брать новый Duster или пятилетний X-Trail? На самом деле этот вопрос можно, опять же, заменить на брать мне что-то новое или что-то бэушное. Там миллион просто вариаций бывает. Какая задача? Чего хочешь? Duster будет ездить дольше. Точно дольше. Года на три. То есть, если автомобиль нужен надолго, то лучше купить Duster. Потому что, во-первых, он будет новый и проездит дольше. Во-вторых, самая главная боль от покупки нового автомобиля – это амортизация в стоимости. Она с течением лет размывается и становится уже не так больно, как, допустим, купить и продать через год новую тачку. В случае с X-Trail, ну, опять же, механика, автомат, там что-то, что ты хочешь. У них там вариаторы, и они бывают иногда уставшие, даже очень часто они бывают уставшие и так далее. То есть, взвесь риски. Просто посмотри, будешь ли ты готов на замену вариатора, если что, вдруг. Потому что он не гарантийный, менять, если что, тебе. С мотором вряд ли там что-то случится, но так понимаешь, что примерно 10% бюджета у тебя должно лежать просто на, ну, абы что. Даже не на вариатор, там, подвесочку, ремешки, там, туда-сюда и так далее. Он, конечно, будет побольше, покомфортнее, но вопрос задачи, что тебе конкретно нужно от этого автомобиля. Сформулируй ее прямо там для себя, и там уже будет проще, понятно. Если для тебя приоритет будет, там, загородная какая-то там история, что нужно где-то будет там прыгать и прям вот много там где-то как-то ездить по сложным местам, то, наверное, лучше купить новую тачку с точки зрения того, что она просто, ну, медленнее будет разваливаться, да и все. Ну, думай, в общем, думай над задачей. Роман спрашивает. Стас, привет, хотелось бы спросить, насколько критичен перекрас элемента или нескольких при подборе авто. Если покрашен проем, то означает ли это, что машина была бита? Ну, естественно. Ну, то есть, если, ну, проемы просто так никто не красит. Бывает, конечно, моменты, что, допустим, ремень безопасности остался, его дверью прям так, чпух, очень классно, особенно вот в задних проемах. Но это редкость, и там редко кто обычно красит именно проем после такой истории. Вот, насколько критично, ну, смотри, если говорить про наши стандарты, как мы работаем, у нас ни в каком возрасте, ни при каких условиях не должно быть повреждения силовых элементов всегда. То есть силовая структура кузова всегда должна быть заводской. Это вот стандарт, который не нарушается никогда в никаких условиях. Дальше идет косметика. Дальше уже нужно смотреть по косметике. Когда автомобиль, допустим, десятилетний, там, семи-десятилетний, то совершенно нормально, если у него будет покрашена сторона, например, какая-нибудь косметическая. Потому что, ну, за 10 лет, ну, блин, ну, поцарапался где-то человек. Опять же, нужно смотреть, как выполнен ремонт. Потому что окрас, окрасу рознь. Бывает, что была просто какая-то незначительная царапинка, двойным слоем просто покрасили, там, показания, там, 200-250, и все классно. А бывает, что, допустим, была сильная вмятина, и элемент по-хорошему нужно было бы менять, но никто этого не стал делать, потому что это стоит денег. Просто кое-как выпрямили, кое-как выстучили, завалили просто вот таким слоем шпаклевки. И потом это очень быстро заржавеет, отвалится, развалится и так далее. То есть надо смотреть еще конкретно по факту. Вот. У нас всегда, ну, у нас есть некие параметры, я не буду долго, это долгая просто история, не буду описывать, где у нас конкретно, в каком возрасте, сколько допустимо покрашенных элементов. Но мы всегда просто с клиентом согласуемся с этой историей и все. Потому что есть люди, кому важно, очень важно, чтобы машина была не битая, прям вот, чтобы не битая, не крашеная, чтобы все только в заводском, при этом она 10-летняя, конечно же, должна быть. Само собой. И причем было ряд случаев, вот, реально какая-то закономерность, когда человек максимально принципиален про то, что бы машина была не крашена, даже крыло, косметика не допускается, нет, только завод и все. То очень большая вероятность, что в ближайшие полгода после того, как он ее купит, он ее разложит. У нас, ну, вот, вот, блин, много было ситуаций, когда покупается машина, она прям, муа, прям вот нашли, прям офигеть. И через, там, 3 месяца, чуваки, я приехал. Стас, привет. Андрей спрашивает. Сейчас в раздумьях о машине для мамы. Критерии таковы. Ездить немного, нужна небольшая, лучший автомат, не очень древняя, минимум фронтальные подушки и не очень прихотливый бюджет до 300. Посмотри топ. Посмотри топ до 300. Там плюс-минус, вот, есть как раз варианты для мамы. Вот, и я бы в случае с мамой, наверное, вот шестой пункт про, ой, нет, пятый пункт про то, чтобы минимум фронтальные подушки поставил бы на первое место. Потому что мама безопасность, надо, чтобы мама была безопасная машинка. Вот, и, соответственно, поэтому тоже еще можно посмотреть что-нибудь немножко побольше, чем, допустим, ГЕЦ, да, посмотреть, ну, Рио второй, там, ну, и вот, что-нибудь в этом духе. В общем, посмотри топ, там все есть. Сергей спрашивает, есть ли опыт покупки авто с перебитыми номерами и найденную страховой компанию, уже затем реализованной через аукцион? Какие есть подводные камни, что можно сказать про аукционы страховых компаний? В подборе мы, естественно, такие автомобили даже не рассматриваем вообще к покупке. У меня лично, когда еще давным-давно, когда я занимался перепродажей автомобилей, у меня был опыт покупки автомобилей у страховых компаний. И ты с какой целью интересуешься? Ты хочешь сам этим позаниматься? Если ты хочешь этим позаниматься, первое, что тебе нужно сделать, найти человека, который, вот, занимается подобными вопросами, у которого есть опыт, и вот с ним вместе ковыряться. Может быть, даже заплатить ему денег за информацию какую-то, либо еще как-то, ну, в общем, обучиться. Потому что там тонкости просто триллиард всяких всевозможных ситуаций, что можно покупать, что нельзя покупать, как купить, как вытащить и так далее, и так далее. И плюс, естественно, никто не отменял, что это такой рынок, знаешь, братух, все по-знакомому там расходится. В основном, конечно же, сладкие варианты уходят всегда, типа, чувакам, которые уже в теме. Вот. Но что-нибудь там как-то начать двигаться можно. В общем, ищи человека, кто связан с этими аукционами, напрашивайся к нему в помощники, либо как угодно. Начинай с ним взаимодействовать, и там уже начнешь разбираться. Очень много вопросов про бюджет 300 тысяч рублей. Денис спрашивает. Доброго времени суток. При бюджете до 300. Рассматриваю вас, Гранта, Калина, Универсал, Калина Спорт, Логан и китайцев. Посоветуй. При каком выборе авто меньше подводных камней, и в дальнейшем будет меньше вопросов по обслуживанию СПБ. Про китайцев сразу забудь. Забудьте про китайцев вообще в целом. Ну, камон, не надо. Их можно хоть как-то плюс-минус километр покупать. Новые, сейчас вот уже устоявшиеся бренды и то, это не точно. На бушке вообще забудьте, не стоит с этим связываться. В СПБ он тебя сгнет быстрее, чем ты на нем успеешь покататься вообще. И запчасти такое, ну, забей, не надо. За 300 тысяч ВАЗ будет моложе и немножко более геморройнее, чем Логан. Логан будет постарше, но Логан будет найти сложнее, потому что там такси и там туда-сюда. Я бы купил Логан, но и в целом против ВАЗа тоже ничего не имею. То есть, Гранта, Калина, главное, приору не покупай. Вот, это главное. И вот, ну, я бы Гранту не покупал, ну, Калина, Калина. Калина нормальный автомобиль. Будет помоложе, но по геморройнее немножко там, типа там прокладочку пробьет, там, там, сям, пятое-десятое по мелочи. Но, ну, тоже можно покупать, ничего прочего не имею. В этой части на этом все. Я специально их просто не растягиваю там на 20, 30, 40 минут, чтобы просто вам было это комфортнее смотреть. Взял, там на 10 минут зашел, посмотрел и все прикольно. Вот. Мы сейчас продолжаем писать следующую часть. А вы, если вам понравилось и было информативно, ставьте лайк, пишите комментарии. Там, ну, и туда-сюда все вот эти вот обычные действия. И все. Увидимся. Пока.